Приветствую, коллеги! Сегодняшний выпуск у нас нестандартный. Я решил записать ролик с моим коллегой и другом по цеху, который отвечает за умный дом. Встречайте Алексея. Леш, привет! Всем привет! Спасибо, дорогой, что нашел время. Заглянул ко мне в студию. Мы тут на артплейчике находимся. Ты скажи, ты в какой, собственно, какую студию? Ты представляешь, где ты работаешь? И мы с тобой позадаем друг другу вопросы. Всем привет! Спасибо за внимание. Меня зовут Сусов Алексей. Я работаю в проектном отделе галереи безупречной электроники и умного дома Назаров, что находится на Ордынке. Я там возглавляю проектный отдел небольшой. И мы делаем умные дома. Круто! Это сложная штука, это долгострой, это такая строительная история с кондиционированием, со строителями, с водопроводчиками, с архитекторами, с дизайнерами. Меня сразу напугало слово сочетание. Сразу. Долгострой. Долгострой. Долгострой-геморрой. Понимаешь? И я не знаю, вот у меня разные заказчики. Бывают маленькие домики 200-300 квадратов. Домик выходного дня, так называемый. Бывают особняки, там, не только в России. И они все, как бы, разный уровень бюджета. Но они все, говорят, примерно одно и то же. Вот, да вот, только вот не надо вот это вот. Умный дом, это шторы, этот геморрой. Вот нам это не надо все. И я каждый раз говорю, ну, ребят, вы как это? Я понял, услышал. Но, смотрите, есть штуки, без которых нельзя, объективно. Вот для меня умный дом, это такая вещь, которая должна, по идее, жизнь облегчить. Я тебе клянусь, каждый раз со смежниками умного дома они мне пьют кровь. У меня не получается так, чтобы я приехал на натурные испытания, и я включил все сам. Они подключают какую-то свою программу, они что-то там находят какой-то Wi-Fi, что-то ищут. Все начинает мигать, переливаться. Вот можешь мне ответить на один простой вопрос, который меня лично беспокоит. Я не могу на него заказчикам ответить. Вот умный дом, он вообще нужен? Я могу помочь и зрителям, и тебе, Сергей, в первую очередь, простым примером. Давай. Во-первых, мы давно пользуемся умным домом. И сейчас ты поймешь и удивишься, как это близко, рядом, и он уже у тебя внутри. У тебя есть автомобиль? У меня есть, да, автомобиль, да, есть. Хороший автомобиль? Не знаю, средний. У меня Мерседес Б-шка. Мерседес Б. Б-класс. Да, неплохой автомобиль. Скажи мне, это коробка автомат или механика? Автомат. У тебя все кнопочки управляют? Ты сейчас по какому-то скрипту меня ведешь, а в конце закроешь. Да, я имею в виду, что любой автомобиль сегодня, даже Lada Kalin или Lada Lantra или X-Ray, является уже маленьким умным домом. Ключевой момент умный дом – это автоматизация. Ничего больше. Мы не выдумываем новые алгоритмы, мы не выдумываем новые способы внедриться и продать вам железки. Умный дом – это автоматизация того, что у вас уже есть дома. Что нужно в доме? Маст-хэв такой, знаешь? Да. Управление освещением. А что такое управление освещением? Почему? Я вот освещением занимаюсь. Да, что? Такое управление освещением. Я вот хочу, вот я хочу, чтобы мой дом, я там подумываю, да, в сторону загородного дома, вот у меня будет астрономическое реле. Оно включилось в зимнее время, например, в 5 часов вечера, и оно затухло, все приборы у меня затухли к полночи. Без вопросов, Сергей. Это же все? У тебя умный дом. Вот это тоже умный дом. Элемент умного дома. Не важно. Это может быть маленький сегмент умного дома, и на нем ты успокоишься. Понятно. Вопрос, не вопрос, это уже умный дом. Ты автоматизировал свою систему освещения под твои нужды. Но это не автоматизация, хотя, наверное, автоматизация. А еще какое управление освещением, например? Ну, то есть, вот это разгорание, затухание, это же, ну, зачем это? Ну, давай, легкий пример. Давай. Это мы про свет. Да, да, да. Потому что на дом это же все. Сейчас столько свет, да. Раньше у меня дома висела люстра с висюльками, и там было две лампы. У меня было два выключателя. То есть, три режима. Все выключить, включить одну лампу, включить две лампы. Кажется, у всех такая тема. Вот. Мыть эти штучки тоже было очень долго в тазике. Муторно мама заставляла. Ну, и что? Сейчас элементарная гостиная располагает, не знаю, на минимум четыре группы света. Группы света, это не светильники, это группы света. Одна люстра, допустим, потолочный свет, это вторая группа. Какие-то софиты, третья и брат, четвертая. Это минимум, максимум. Будут еще подсветка карнизов, еще какой-то свет дежурный, торшер на управляемой розетке. Я бы, как автор такой концепции, ее бы запорол, бы сразу бы развернул. У меня на моих проектах такого точно не будет. Сколько у тебя люстров? Два. У меня два всегда, у меня вся два режима. Режим уборка, он же праздник, он же тусовка. Я говорю не про режим, а про количество светильников. Я тоже говорю. Вот у меня количество светильников. Две лампочки у тебя? Ну, как правило, я вообще ставлю минимум светильников. Если мы говорим про гостиную, это такая самая сложная зона, потому что там есть в этой гостиной и, собственно, стол, там есть и место для диван, где мы читаем, есть библиотека. И там сочетание как бы света. Я же, ну, занимаюсь дизайном. Сколько светильников у тебя в гостиной? Сочетание гостиной, если квадратов на 50, ну, не знаю, ну, 10 светильников будет максимум. 10 светильников. Я вообще против люстров, да. Так, 10 светильников, это 10 выключателей или что? Зачем? 10 светильников, которые делают функциональную, равномерную засветку гостинок. Хорошо. Если мне нужен какой-то фокусный, то, наверное, надо проговорить это изначально во время ремонта. Как ты управляешь 10 светильниками? Я включаю либо все. С чего ты включаешь? У меня один выключатель. Так. Один выключатель. Либо все включаешь? Либо я включаю что-то, одну какую-то зону, которую я продумал со светодизайнером заранее. Например, приведу пример. Есть заказчик, он драматург в одном из наших московских театров. Он что делает? Он приходит домой уставший, он весь день ставил какой-то спектакль. У него есть один жизненный такой фетиш, как у нас у всех. Он любит читать. У него хорошая вертикальная освещенность. На его вот этой вот зоне, как это называется, шкаф, книжний шкаф. Там должна быть вертикальная именно хорошая освещенность, которая сама по себе является такой световым фонарем. Ты когда ее включаешь, она отлично освещает комнату. И уровень освещенности, он не знаю, 30 люкс, 50 люкс, он небольшой, не 500. Меня подкалывают коллеги. 500 люкс это дофига. То есть всего два режима? Два режима. Все включить и одна лампа горит? Да. И все хватает? Как ты этим управляешь? Вот включатель есть, одно нажатие, там хороший такой красивый выключатель, тактильный, приятный. Да. Он включает либо все, либо он включает только эту зону. И все. Сергей, я поздравляю, у тебя умный свет. Это и есть умный свет. Я понял. А как бы это же, получается, мы с тобой вообще коллеги? Мы с тобой не только коллеги, мы просто с разных сторон. Потому что людям помочь управлять тем, что у них есть. Я вернусь немножко, откачу. И вот у нас 4 группы света в гостиной. Классической разводки, это когда выключатель разрывает фазу, чтобы выключить или включить лампу. Значит, при классической разводке у вас получится 4 выключателя. И вы, приходя домой, начинаете включать и выключать разные группы света. А включаются они сразу на 100% на полную мощность. Выбирайте себе некий сценарий. Сценарийом я называю некое совместное освещение для придания атмосферы помещения. Одно дело, когда праздник, ты все включил, на все кнопки нажал, у тебя все горит, все с праздником. Это праздник или уборка? Или уборка. Уборка, это очень важно. Это капец как важно. Есть замороченные клиенты, которые требуют прям абсолютно. Мне надо, чтобы 1000 люкс на полу, и чтобы холодный свет лупил. Люкс это что такое? Люкс это уровень освещенности. Так вот, когда вы клацаете на эти 4 выключателя, пытаясь добиться 500 люкс, то есть комфортного освещения, вы настраиваете сами эти световые приборы. Это еще личная такая тема. Да, но у вас только два варианта, вкл и выкл. Это их светильник. Если подошел электрик, которого вы пригласили чуть грамотнее, он вам поставил 4 диммера. Это крутилки, которые регулируют температурой или, нет, температурой, уровнем освещения, люксами. Соответственно, этой настройкой диммеров и светильников вы будете заниматься каждый раз, когда вы хотите как-то провести время. Опять-таки напомню, это гостиная обычно, она совмещена со столовой или кухней, то есть большое пространство. И там есть, ну, минимум, там, не знаю, 4-5 сценариев. Это когда все дома и праздник, либо уборка, либо там, допустим, семейный ужин. Это когда нужно прибрать все светильники до минимума, допустим. А над столовой, над столом поставить побольше, потому что там собирается семья. Я понял, позвольте сейчас задам считать. Да, сейчас договорю. Режим кино, это когда вы убираете, допустим, все, весь свет, только бра, оставляете процентов на 20. А, ну, это прикольная тема. Да. Бра просто работает, бра делает такой эмоциональный эффект. Прикольно красиво, как кинотеатр. Все остальное не мешает для просмотра, да, потому что свет обычно засвечивает. Леш, мы остановились на том, что ты рассказал про именно сценарий кино. Мне это очень подкликнулось, потому что, когда создаешь комфортное освещение, неважно где, в любом пространстве, важно, чтобы были какие-то акценты небольшие. Но при этом они должны быть эстетические, неяркие. И я же правильно понимаю, что с помощью функции вот этой умного дома, которую ты сам проектируешь, можно это выполнить. У меня к тебе просьба. Вот, допустим, нас смотрит человек, который задумывается делать ремонт. Дай, пожалуйста, такие must have три совета, с которыми, с внедрением которыми, ну, будет объективно лучше жить. Ну, опять-таки повторюсь, если вы делаете систему умного света, а это не то, что необходимо, это неизбежно, в принципе, в 2020 году это неизбежно. И дизайнеры, и сами вы, как заказчики интерьера, понимаете, что света должно быть много, и светильников много. Так вот, у вас, чтобы не было путаницы, как это все настраиваться, как этим управлять, ставится одна панелька системы умный дом, ставится одна панелька, там ставятся очень красивые кнопочки, хотите сенсорные, хотите тактильные, хотите с кликом, хотите световые, какие угодно, с помощью которых одно нажатие позволяет вам сразу воспроизвести сценарий. Второе, вы можете... Суть такова, что вы с любого места управляете любым светильником и любым светом в любом помещении. Это прям нужно? Это прям нужно, объясню в двух словах. Первое, вы выходите из дома, нажимаете на кнопку, и вы абсолютно уверены, что у вас во всем доме, если это трехэтажный особняк с ландшафтом, абсолютно уверены, что везде погасили свет. Не надо ходить, не надо кому-то звонить, проверять и так далее. Это круто. Тоже та же самая функция полезна, когда вы ложитесь спать, ложитесь спать, у вас есть такая же панелька около кровати, нажимаете на кнопочку, и вы абсолютно уверены, что у детей в столовой, в гараже, на ландшафте выключен свет или, наоборот, включился какой-то режим. То есть ландшафт подсвечивает все дорожки, допустим, в коридоре, в туалете слабо горит свет на случай, если дети проснулись или там собака живет. Во всех остальных помещениях погас свет. Это не то, что комфортно, это правильно, когда вы контролируете все, во что вы вложили деньги. С утра просыпаетесь, нажали кнопочку, у вас открываются шторы, у вас включается свет в ванной, в коридоре, допустим, на кухне, в гардеробе с одной кнопочки. То есть вы не ходите, не клацаете по стенам. А со мной кнопочкой все это произошло. И ваш дом вас встречает с утра. Дальше вы ходите. Дом, который встречает. Классно. Это одна из функций, но она моя самая любимая, это управление светом. Я тоже люблю кино и театр, и там со светом можно делать просто чудеса. В одной черной комнате можно создавать миры с помощью света. Двух софитов, еще какого-то прожектора. А дома, когда есть красивый интерьер, мебель, отделка, когда есть масса световых приборов, можно просто творить чудеса. И менять эти алгоритмы, настроить, настраивать их можно бесконечно. Раз в полгода, раз в год можно обновлять алгоритмы, системы, менять сценарии сколько хотите раз. Что невозможно при стандартной топологии прокладки кабеля. Принципиальное отличие умного света от неумного света – это проводка, это прокладка кабеля. Стандартная прокладка, историческая, советская, я бы назвал, идет следующим образом. Значит, приходит кабель, который питает определенную группу света. От нее идет один кабель ответвления на выключатель, где выключатель прерывает фазу. То есть замкнул фазу, лампочка загорелась. Две опции. Да, да, выключил, погасло. Можно максимум сделать проходной выключатель, с другой стороны коридора или гостиной, и там выключатель будет работать в синфазе. С нажали там загорелась, нажали здесь погасли. Но это все, что вам позволит такой выключатель. И больше вы никогда ничего с этим не сделаете и не поменяете. Либо надо опять штробить, разломать стены, прокладывать новую систему. Это в головнях невозможно. Как сбежать? Да. Чем отличается умный дом? Топология прокладки кабеля в умном доме. Все провода от всех светильников тащатся в щитовую. Там висит ящик щитовой. Он напичкан разным оборудованием, диммером и свитчами, к которым подключаются эти светильники. И от этого щита к каждому выключателю тащится свой слаботочный проводочек. Сигнальный кабель, он не силовой, он тоненький. По нему не идет там максимум 24 вольта. И на выходе ставится такой же любой выключатель, который вы хотите. Хоть сенсорный, хоть тактильный. Может быть даже такой же гир или АББ с клавишами. Но только он уже будет выполнять функцию умного дома. И вот на него можно повесить абсолютное управление любого светильника. Любой точки дома, любой точки ландшафта. Все, что подключено в щит, может управлять эта штука. Есть мнение, что светильник управляемый дороже, чем неуправляемый. Я хочу это мнение разрушить, потому что это не так. Светильник, который управляется по протоколу Дали, стоит столько же, сколько который не управляется по протоколу Дали. Разница в блоке 0,5%. Единственная разница в том, что вы покупая хороший светильник, не знаю, любой фабрики, даже российской, которая управляется, имеет кривую силу света, имеет оптику, то, чем я занимаюсь. И он стоит там 5 тысяч рублей, например. Он не управляется. Он 220 вольт ин. Включил, горит, выключил, не горит. И светильник, который управляется по протоколу Дали, например, он стоит тех же 5 тысяч, там 100 рублей. Просто разница в том, что у вас появляется контекст, сделать реально комфортнее свое пространство. Это же мы об этом сейчас говорим, чтобы все приборы, которыми мы хотим управлять, просто были изначально правильно подобраны. Что нужно еще помимо проводки? Ты шикарно дал совет. То есть у нас с тобой очень похожи паттерны опроса заказчика перед размещением какого-то заказа. Мы садимся, я называю это технико-честный разговор. Я говорю, уважаемый заказчик, как проходит ваш вечер? Ну, потому что день мне не очень интересен. Я за вечер отвечаю за комфортное. Он мне говорит, ты знаешь, я вот прихожу, я там через свою винотеку иду в тир, там стреляю там из лука, потом грибу в своем канале Москва, где увеличен канал, чтобы моя яхта туда заходила. Вот так проходит мой вечер. И я понимаю его паттерн поведения, простраиваю как бы алгоритм работы светильников под него, чтобы у него ничего лишнего не работало. По сути, это же элемент умного дома. Да, конечно. По сути, твоя встреча, например, с заказчиком, скорее всего, точно так же проходит. Я понял. Это очень близкая тема, получается. Намного ближе, чем я думал до этой встречи. А какой можешь дать совет? Вот про прокладку кабельных траст и сказал. Классный совет. Есть еще какой-то такой совет, выполнение которого повлечет невозможность внедрения умного дома, например, в загородную недвижимость или в городскую? Я скажу просто, наверное, как правильно подойти к умному дому, скажем так. Когда вы делаете либо ремонт квартиры или дома, либо строите заново, у вас должен быть проект. Без него никуда. Ну, вернее, можно построить, но это будет такая сборная солянка, и вряд ли достать вам удовольствие, а больше головняка. Я называю это прорабский ремонт. Да, да. Прораб говорит, о, я знаю, я 100 квартир сделал, значит, тут люстру вешаем. Жуткая вещь, да. Розетки непривязанные, все несинхронно. Дверная ручка с другой стороны и выключатель за дверью. Это все проходили. Должен быть проект, где будет отображена вся мебель, вся структура, все системы, которые у вас есть, кондиционирование, увлажнение, не знаю, теплые полы, датчики протечки, вся вентиляция. И когда у вас есть такой проект, вот на этом этапе можно задуматься о том, нужен вам умный дом или нет. У нас это выглядит достаточно просто. У нас есть опросник, где есть все системы, которые мы умеем делать и предлагаем им управлять. Можно поставить просто галочки, прислать нам проект, и мы вам выкатим какое-то предложение, наше видение. Мы приложим вот этот опросник к видео. Да. Можете его посмотреть, скачать и обратиться. Основанное на нашем опыте, да, можете прислать, можете позвонить, контакт все будет. Просто я вам пообщаюсь, я вам просто расскажу, как что происходит. И на этом этапе вы будете понимать, там, дорого это или нет. По нашему опыту, внедрение системы умного дома, допустим, в трехэтажный особняк, составляет процентов 10-12. От чего? От стоимости, ну, от стоимости, скажем так, даже не постройки, а от стоимости внутреннего ремонта. Сейчас напугаешь всех вообще. Нет, нет, нет. В 6,10%. Давай к важному вопросу. В общем, я его хотел задать в финале, когда уже мы поймем, действительно, ценная эта функция или не ценная. Я понимаю, что вопрос, сколько стоит, он не совсем корректный, потому что, ну, сколько стоит, а сколько есть там, что надо делать, чем управлять. Я это все понимаю. Вот у нас в свете, я очень хотел бы привязаться к квадратным метрам, чтобы сказать, ребят, проект без светодизайна стоит, там, 0 рублей. Вы как сделали, так и сделали. А вот со светодизайном вот столько-то стоит тысяч за квадратный метр, знаешь, как в дизайне привыкли говорить. У меня стоит столько-то дизайна, у меня столько-то, а у меня вот столько-то. В свете так не работает. Я думаю, в умном дое тоже так не сказать, потому что зависит от количества опций и вообще все. Да, конечно, конечно. Но я опять-таки хочу, может быть, на примере автомобиля это предложить. Когда вы приходите и говорите, мне нужен автомобиль, ну, у вас же есть уже некое понимание того, что вы хотите. Автомобиль может быть как там за 100 тысяч рублей, так и за, да, там, за 100 тысяч долларов. И та, и та функция выполняется. То есть они едут, они приличают скорость, там есть сиденье, там есть руль, но они разные. То же самое в системе «Умный дом». Мы подбираем систему оптимальную под клиента и рационально оснащенную оборудованием. Ну, как бы у нас нет задачи напичкать дорогого, потому что они не будут исполнять и функции, за которые клиент там заплатил деньги. За бренд или за какое-то имя, или за золотую платину. Поэтому, конечно, это все индивидуально, но это все соотносимо к вашему ремонту, к вашему дому, к вашему желанию. Вопрос. Я делаю ремонт. Не знаю, там, строю дом, квартиру делаю. Мы не будем брать простые какие-то лоты для сдачи в аренду, какие-то монетизированные штуки, где задача сделать и уйти оттуда, бегом убежать, лишь бы там в аренду быстрее сдать. А я имею в виду все-таки пространство, которое мы для себя делаем. Минимальная, то есть задача минимальной инвестиции, чтобы как бы начать жить, да, и максимальная простота, чтобы мой прораб Алексеевич, который там в Беларуси живет, он мне делал уже мою дачу первую, он моей маме строил. Вот он приедет, вот он, ему 67 лет, он вообще ничего не понимает. Я вот хочу ему сказать, Алексеевич, вот я хочу умный дом. Вот скажи, пожалуйста, может ли такой Алексеевич, или я вообще своими руками, потому что я тоже у меня, в принципе, я считаю, как и все, что у меня руки из плеч растут, пока не доберусь до стамески. Могу ли я своими силами вообще внедрить минимальную функцию умного дома, и какие это функции? Хороший вопрос. Сейчас на рынке появились много систем, которые называются не plug and play, а там buy and do yourself, что-то такое. Buy and do yourself. Алиэкспресс? Ну, типа того. У АББ, у Легранда есть, у АВЕ появился, ксиоми, то есть это набор каких-то приблуд, повесить на лампочку, воткнуть в розетку, и что-то будет похлопку и через телефон делаться. Так, я слышал такое. Да, это такие штуки, ну, на самом деле, наверное, рабочие, я не дошел еще. Поюзать их. Вот это можно делать самому. И если у Алексеевича есть какой-то маломальский опыт, он возьмет эту штуку и разберется в ней. Ну да. И он сделает, что у тебя там из айфона включается сарай на даче. Ну, прям сарай. Баня будет. Баня, да. Вот. Я считаю, что это безусловный, скажем так, это неизбежный выкидыш рынка, тем более в нашей стране, где у нас, ну, не очень здорово с заработком, особенно в пандемии, ну, там, с экономикой слабее, слабее, чем в Европе. И это естественное, как бы, да, явление рынка сделать вот такой, продукт для людей, которые хотят вроде бы сделать умный дом и быть в тренде там с современными технологиями, но денег на это нет. К умному дому это относится только с точки зрения там названия, потому что никакой автоматизации или никакого общего контроля над светом, над шторами, он тебе не даст. Я понимаю, что ты имеешь в виду. сейчас многие хотят, я хочу управлять Алисой. Это яндексовская вот эта банка, которая говорит, Алиса, включи светом. Окей. Я думаю, да, она будет постепенно внедряться, потому что все из фантастических фильмов все равно приходит в реальность, и летающие машины появятся, и компьютеры голографические, все будет. Но сейчас это сыро. И сейчас это происходит так, там, Алиса, включи мне, там, левую лампу в гостиной. Раз, включила. Она может такое? Она может такое. Алиса, включи мне, там, не знаю, там, на кухне свет, на, там, 50%. Она как контроллер работает. Исполняю, да. Это все даже работает. Но у меня первый вопрос. Вот я вечером пришел домой, жена там спит. Мне что, надо шепотом говорить? Алиса будет мне шепотом отвечать? Или вообще она распознает мои эти приказы? А если я пьяный, у меня голос другой? А если я матом ее спрошу? А если я забыл, какую команду я записал? Ну, короче, сейчас много вопросов, и это все достаточно сыро. Вот. Что касается нормальной системы управления. Как ты правильно заметил, есть протокол Дали, это управление светом. Есть протокол КНХ, это всемирная организация, туда может войти любой бренд, если он достаточно подготовленный, компетентный. Есть несколько еще брендов индивидуальных, которые управляют той или иной средой обитания. Сколько лет? Мне? Нет. Ну... Восемнадцать, с 2002 года я этим занимаюсь. Восемнадцать лет в тепло. Да, пошел просто потому, что мне нравится музыка и кино. Я пошел в М-Видео, там был хай-фай, дальше там закрутило. У тебя же вообще... Из музыки, да, из музыки, да, это выкрутилось. Так вот, поэтому, когда мы предлагаем какие-то системы, мы уже на своем опыте предлагаем тот или иной фактор, или тот или иной элемент управления. если там дизайнер или там заказчик будет вникать, как это управляется, ну, я боюсь, там, либо он ничего не поймет, психанет, либо на это уйдут там годы. Другой вопрос, что, допустим, те же светильники Дали, которые мне очень нравятся, потому что там степень управления составляет от 1%, то есть можно послать на лампочку 1% освещения, и он будет светить одним процентом света. Интересный факт. Это очень круто. Интересный факт насчет светильников 1%. Зачастую, опять же, это просто факт, ну, то есть я сам бы так, наверное, сделал. Ты делаешь хорошее освещение, ты продумываешь входные группы, ты продумываешь зону, там, барбекю. Человек приходит, стравливает, там, до 5-6%, ему вообще нормально. Он больше не расхручивает. У него колоссальная экономия электроэнергии идет, и он ее там, эту же систему там умного дома, он ее отобьет быстрее. Если он, особенно в городе, особенно в городе, быстрее, ты что, если ты где-нибудь в Кьянжем озере или в каком-нибудь участке арендуешь, ты отапливаешь это все, ты еще и днем этим пользуешься, ты отобьешь это быстрее. За год, мне кажется, полтора. Абсолютно. Вопрос. Ну, сколько стоит, мы уже спрашивали меня, знаешь, что вот меня беспокоит? Умный дом, Дали, КНАИКС, протоколы, это же IT-сфера, это как бы код, да? А если я хулиган, я открыл компьютер, и я хочу залезть к тебе в дом и начать просто, потому что у меня такой вот, вот такой вот я вот, человек, мне хочется управлять твоим домом, врубить тебе просто обогреватель, знаешь, такое, навредить. Это вообще возможно или система как-то защищена от внешнего хакерства? Я бы не хочу этих сложных слов, вот этих каких-то, короче, насколько сложно взломать системно умный дом или это нереально? Ну, можно и сайца научить курить, и если человек хочет покончить с собой, его не спасти. Это я к тому, что если человек задастся целью взять, взломать и навредить, ну, мы здесь бессильны, и охранная система, и охранники в целом, и даже там все МВД и ФБР будет бессильно в этом. Ну, если только не поймать его, да, за это. С другой стороны, надобность в этом тоже большую я не вижу. Ну, насолить человека, хорошо, можно попробовать насолить, но для этого он должен быть тогда в теме. В теме, а, это как вскрыть, допустим, Wi-Fi или интернет человека, это, ну, должен быть как бы подготовленный хакер, да, который подключится каким-то образом, взломает там сеть. Вот, и дальше надо будет еще подключаться к управлению светом, управлению климатом. Если он в теме, ну, наверное, он это сделает. Если он просто хакер и не знает, как строится система управления, там, освещением, кондиционированием и отоплением, ну, ему тоже тогда придется либо там потратить, не знаю, две недели на изучение этого вопроса. Ну, то есть, это такое, нет, на самом деле, нет, нет, это эфемерная вещь. Лучше по старинке колеса пробить. Да, да, нагадить там яйцо в колоде, в дверь, в обшивку, чтобы оно воняло. Это такое, да, как нагадить. Да, насыпать семечки на капот, лаборжение, вот такое, по-русски, все, тормози, 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 то все понесет тебя. Вот был у нас кейс, говорит, ох, мы с ним. Набросай сценарию, да. Вопрос по умному дому. Я хотел следующий вопрос задать, чем вообще можно управлять, но ты только что перечислил, по-моему, все системы жизнеобеспечения квартиры, загородного дома, это теплота, климат, весь климат, климата, безопасность, безопасность, видеокамеры, имеешь в виду, и видеокамеры, и датчики протечки, датчики присутствия, датчики размыкания окон и так далее. А, сигнализация, это все можно вывести. Видеонаблюдение, да, все это можно запихнуть в айфон, управлять с айфона, все это можно вывести на удаленное, и человек на работе или на другом конце света в отпуске все будет видеть и даже контролировать. И это не фантастика, это вообще прям, это по умолчанию мы делаем, это просто либо пользуется этим человек, либо нет, оно уже есть априори прошито по всей этой системе. Это вообще просто стоит? Удобно, просто пипец. Это мне? Я могу озвучить средний ценник, 120 метров квартиру мы сделали за полтора миллиона рублей все, что я перечислил. Плюс еще был... Управление без материалов, без кондиционера? Нет, кондиционеры свои, лампочки все свои. Мы сделали ему щит, набили его... Вот прям перечислили, что он за полтора миллиона получил? За полтора миллиона он получил, значит, щитовую, допустим, там метр на 50, щит, набитый на один рейке разного оборудования, датчики, коммутаторы и так далее, удобные выключатели, планшеты, айфон, все это, ну, с управлением со смартфона. А функции какие? Любые. То есть управлять чем он может за полтора миллиона? Давайте так, да, что такое автоматизация? Сейчас вот такой легкий экскурс в квартиру 2020 года. Семь утра. Вместо будильника включается во встроенных колонках музыка, либо с определенного трека, либо с определенной радиостанции. На нужный уровень, и, возможно, она там начинает в течение, там, одной минуты увеличивать громкость. Открываются шторы, включается свет, ванная, в гардеробе, там, на кухне. Началось утро. Люди просыпаются, люди делают свои дела, собирают люди в школу. Всех собрали, на выходе нажимается кнопочку, или они, допустим, собираются куда-то уезжать в отпуск на две недели. Они нажимают кнопочку, держат ее там 10 секунд. В это время у них выключается везде свет, у них выключаются все розетки, которые надо, чтобы они выключились. Остается, допустим, холодильник, остается аквариум, остается там серверное. Все остальное обестачивается. И закрывается дверь, люди уехали на две недели. Значит, пока не едут в аэропорт, отец открыл приложение, посмотрел по видеокамерам, все ли у них выключено, все ли в порядке, убедился, что все хорошо, и то там поставил на охрану, если он забыл, то сделал рукой. Дальше, они уехали, их нету, но в их отсутствие каждый вечер в 8 часов у них загорается свет в гостиной и, допустим, в столовой. Это охранная тема какая-то? Нет, это называется имитация присутствия. Через час у них здесь гаснет свет и свет зажигается в спальне. В один дом о фильме он такой придумал. В 22.00, да, точно. У него выключается здесь свет, задоргаются шторы, да. И каждый день система автоматизации имитирует присутствие человека на случай того, если какой-то недоброжелатель хочет вломить эту хату, как говорят в народе. Класс. Вот, приехав на Мальдивы, эта вся семья может зайти опять-таки на айфоне с айпэда с любого устройства, они заводятся и пароли, они видят видеокамеры, которые у них установлены, они видят состоять температуру, они видят состояние там климата, он обычно приходит в состояние такой экономичности, все выключено, это только чуть-чуть поддержит температуру, если там живет попугай и приходит уборщица его там покормить. Вот и все. Круто. Соответственно, как удаленный контроль, так и если что-то происходит и попугай вырвался из клетки и там написал на пол, сработал датчик протечки, вот, то есть пришло сообщение отцу семейства, что у них что-то не так в доме, он открывает, он открывает, да, в панике, что у него все протекло и пробило батареи, оказывается, просто это вот попугай нагадил на датчик. Он понимает, что все хорошо, отменяет как бы этот сигнал, отдыхает дальше. Шикарная тема, вот пока не столкнешься с этим, вот фиг ты это будешь ценить. Мы недавно уехали на две недели. это все работает. Реально, как только уехали, на следующий день чувак сверху, у него протек обогреватель, у него даже не пробило ничего, просто вытек обогреватель сколько там, литров, я не знаю, пять. И все, весь линолеум сдулся, линолеум этот, как его? Паркет, весь паркет сдулся. Это очень неприятная история была. А если бы был бы этот датчик, он бы мне сказал, маякнул бы как-то, я бы хотя бы вызвал там управляющего. Нет, да если бы этого чувака был датчик, установленная система, подачку протечки, перекрывается батарея и краны, и все, вода перестает течь. То есть у него была бы лужа не дальше, чем вот этот датчик. Финальный вопрос. Когда проходит дедлайн, за который уже не зайти, чтобы подумать об умном доме, я делаю, 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 делаю ремонт, все продумал, свет продумал, продумал, что мне нужна музыка в кинотеатре, потом такой блин, точно, мне же нужен умный дом, я же хочу там, не знаю, смотреть у себя все на телефоне, когда будет поздно. Еще раз напомню, умный дом это система автоматизации, ничего больше. Мы нового не выдумываем, мы помогаем пользоваться тем, что у вас уже есть. Если у вас уже все готово, вот у вас светильники простые, вот у вас там допустим даже нет кинотеатра и нет мультирума, а вы хотите это все внедрить, есть системы, которые позволяют это сделать, они, скажем так, я их называю костыли, потому что все равно по уму они, по уму надо делать по-другому, но можно сделать там у компании Электрон американская есть подразделение РА2 Селект, это блоки и выключатели, которые работают по радиочастоте, одна батарейка работает 3 года, то есть мы вынимаем выключатели, вставляем туда умный выключатель на батарейке, там все заизолировать, берем лампочку и вешаем на нее специальный балласт, который питается, принимает, принимает, да, и регулирует свет от этого, вешаем люстры, то есть можно как бы внедрить и сделать из простого дома умный дом, а лучше купить новый дом, лучше просто на этапе проектирования просто обратиться к нам и посоветуем как это сделать финальное, я вот часто обращаю внимание, я вижу сколько стоит светодизайн, например, продуманный и он зачастую дешевле, чем проект без светодизайна, потому что ну ты меня поймешь как эксперт, 3 светильника с хорошей оптикой равномерной заменят 10 с дешевой оптикой и в сумме электроэнергии он будет потреблять меньше и стоить на входе эта система будет меньше так вот я заметил, что даже когда проект становится более интеллигентный более подготовлен к своему собственнику к своему пользователю он казалось бы становится на несколько скиллов и уровней круче он становится дешевле это в плане света вот это же возможно и с умным домом если посчитать экономию на электроэнергии экономию там не дай бог на проникновении на каком затоплении вот если все вот эти факторы сложить я там сейчас не продаю ничего хоть это так наверное выглядит но объективно это стоит как минимум рассмотреть поэтому я оставлю контакты твои этого ролика собственно призываю всех обращаться к нам за светодизайном к Лёше за проектом умного дома вот и писать в комментариях ваши вопросы мы их будем смотреть по возможности отвечать вот спасибо тебе большое что пришел да пожалуйста звоните обращайтесь просто поболтать и проконсультировать бесплатно абсолютно по теме я с удовольствием спасибо дорогой спасибо спасибо